Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Смотрите сейчас. Дорогами памяти и славы город встретил участников международного молодежно-военно-патриотического проекта. Мы никому не позволим сфальсифицировать, либо переписать нашу историю и великий подвиг наших дедов-прадедов и нашего советского народа. Что впечатлило гостей? Гулять так гулять. В Бобруйске пьяный житель столицы повредил 15 авто. Ущерб, причиненный автовладельцам, составил порядка 6 тысяч рублей. Как вычислили хулигана? Благоухание лугов. На Чагиринском водохранилище провели сенофест. Возрождение народных традиций – это наши истоки, это наши корни, это то, что необходимо знать всем. Сколько соревновались команд? А также напутственные слова «Первый класс» и «Пляжный сезон». Спасатели напоминают о правилах безопасного поведения на водоемах. За кем глаз да глаз? На них рассчитывает страна. Президент вручил награды выпускникам и преподавателям вузов. За плодотворную научно-педагогическую деятельность, личный вклад в подготовку высококлассных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи. Благодарности удостоены пять педагогов из разных регионов страны. Специальные листы и для 14 выпускников, которые проявили себя за время обучения. Глядя на вас, целеустремленных, ярких, красивых, молодых людей, вижу, что наша родная Беларусь станет еще лучше и краше. Верю, что вы сделаете для этого все. Вы взрослые, серьезные, самодостаточные люди, но я позволю себе обратиться к вам просто так, по-отечески. Дорогие наши дети, вы самое важное, что есть в нашей жизни. Жизни старшего поколения. Мы всегда рядом и будем делать все, чтобы вы чувствовали наше плечо и заботу, пока будете идти к намеченным вершинам. Наступает ваше время создавать историю нашей страны, своей страны. Пусть все у вас получится. Александр Лукашенко признался, что рад всех видеть одухотворенными и счастливыми. Глава государства также отметил, выпускников впереди ждет большая жизнь, порой непростая. В пьяном угаре менчанин повредил в Бобруске 15 автомобилей. 19-летний нетрезвый житель столицы после того, как повздорил с компанией новых знакомых, бродил по ночному городу и искал приключения. В частном секторе и спальных районах срывал с машин регистрационные знаки и решетки радиаторов. Возле одной молодой человек воспользовался зажигалкой. Иномарка впоследствии загорелась. Хулигана обнаружили с помощью камер видеонаблюдения. Он так и не смог восстановить в памяти полную картину произошедшего, поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но вину полностью признал, возбуждено уголовное дело. Отопительный сезон, летний отдых и несчастный случай стали известны подробности аварии под Витебском. Сколько пострадавших? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В Беларуси в шестой раз за год снизят ставку рефинансирования. С 28 июня показатель будет на уровне 9,5% годовых. Такое решение принял Нацбанк. Главным образом прибавляет ВВП и сохраняется тенденция замедления инфляционных процессов. Также регулятор отмечает восстановление деловой активности и увеличение внутреннего потребления. Стали известны подробности аварии под Витебском. Накануне вечером на трассе границы России Гомель 34-летний водитель автобуса, который вез туристов из Могилёва на экскурсию в Санкт-Петербург, врезался в попутный Ниссан, когда тот остановился на перекрёстке для поворота налево. От удара неоплан вылетел в кювет и лёг набок. В салоне находилось 50 человек. 17 получили различные травмы. В школах проходит приём документов в первые классы. Понадобится заявление от родителей, паспорт, свидетельство о рождении ребёнка и справка о состоянии здоровья. Сразу зачисляют детей, которые живут в микрорайоне, где расположено учреждение образования. На 1 сентября учащемуся должно быть 6. Тех, кому исполнится нужное количество лет только в текущем году, возьмут при наличии решения педагогического совета. Жилищный фонд готовят к отопительному сезону. Специалисты осматривают тепловые узлы и проверяют оборудование. Проводят профилактический ремонт и гидропневматическую промывку системы. После тестовые испытания. Подготовку коммунальные службы начали сразу же после отключения батареи. Дедлайн всех работ в середине июля. Получить паспорта готовности нужно до 1 сентября. Спасатели напоминают о правилах безопасного поведения на водоёмах. В первую очередь стоит избегать пребывания на солнце в пик активности. С 12 до 4 обязательно нужно использовать головные уборы. После длительного нахождения на жаре не следует сразу нырять в воду. Также запрещено заплывать за буйки и приближаться к лодкам. Особое внимание детям. Жить и созидать. Бобруйск радушно встретил участников Международного молодежно-военно-патриотического проекта. Акция стартовала 22 июня с Буйнического поля и объединила более 60 представителей Могилёвской области и 5 российских регионов. Вместе молодые люди отправились по местам боевой славы. Подробности далее. Стремление к сохранению исторической правды о победе советского народа над фашистским злом продолжает объединять белорусов и россиян. Бобруйск принимает участников Международного молодежного военно-патриотического проекта «Дорогами памяти и славы». В музее 35-й школы имени Батова собираются более 60 представителей Могилёвской, Смоленской, Брянской, Ленинградской, Астраханской областей и Хабаровского края. Торжественный момент – вручение книг памяти от города и района. В этом году мы собираем с каждого региона Беларуси книги память и затем они составят экспозицию музейной комнаты в городе Могилёве. Это то издание, которое сегодня является неотъемлемой частью белорусского общества и каждый из молодых граждан Беларуси должен познакомиться с данным изданием и знать о тех зверствах, о тех тяжёлых временах, которые были подвержены наши жители. Автоколонна заметна издалека. Белорусские и российские флаги гордо реют на ветру. Следующая остановка – Белшина. К памятному камню в честь погибших в Великой Отечественной ложатся красные гвоздики. Участники проекта знакомятся с историей и производственными мощностями легендарного предприятия. А гордиться действительно есть чем. В торговом портфеле более 370 моделей. География поставок свыше 20 стран. Конечно, не обходится без фото на память. Прежде всего хочется сказать, что поражают просто невероятный масштаб. Это огромная площадь. То есть здесь множество цехов. Конечно, поражает высокотехнологичное оборудование. Видно, что это развивают и стараются современные новшества вносить, чтобы оптимизировать производство и повысить доход. Ну, то есть впечатает просто невероятно. У легендарного танка Т-34 проходит митинг. Дань уважения всем, кто положил свои жизни на алтарь победы и сокрушил фашистское зло. К подножию памятника ложатся цветы. В святом для каждого бобручане на месте особенно сильно чувствуется гордость за свою историю. Сердце наполняется безмерной благодарностью поколению, которое подарило нам мир. Как в 41-м году наши народы стали плечо о плечо, наши деды и прадеды на защиту своей Родины и светлого нашего будущего, так сейчас наша молодежь и молодежь Российской Федерации ставят плечо о плечо для защиты нашей истории. И мы никому не позволим специфицировать, либо переписать нашу историю и великий подвиг наших дедов-прадедов и нашего советского народа. На площади Победы внимание бобручан и гостей города приковывают две выставки на колесах. Экспозиции посвящены военной истории Могилевской и Брянской областей. Тематические стенды повествуют об оборонительных боях, оккупации, партизанском и подпольном движениях, геноциде, освобождении двух регионов от немецко-фашистских захватчиков. Рядом предметы солдатского быта и фотографии бойцов, которые сложили головы в Великую Отечественную. Вы знаете, очень яркие эмоции, ощущения. Снова вспомнить тех погибших ребят. Они в нашей памяти останутся навсегда. Они будут жить вечно, пока они живут в наших сердцах. Знакомство с историко-культурным наследием города – важная часть программы. Гости наслаждаются колоритной архитектурой и делают селфи с бобром. Следующая остановка – синагога. Шауль Хабабо рассказывает о религии и традициях иудеев. Молодежь с интересом пробует мацу. Без внимания не остается и еврейский дворик на Ченгарской. Юноши и девушки любуются красочными фресками и склоняют головы у памятного знака «От жизни к жизни». Посвящен он жертвам Холокоста. Впереди у участников проекта еще целая неделя путешествий по знаковым местам Синеокой. Но, несомненно, Бобруйск, его история и современность навсегда останутся в их сердцах. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В ритме славянских традиций на Чигиринском водохранилище провели сенофест. Самое зрелищное событие фестиваля – соревнования по сенокошению и стогованию. Мастерство владения косой продемонстрировали 8 команд. В каждой по 3 человека. Жюри оценивало не только скорость, но и качество выполненной работы. В этом году впервые участие в конкурсе приняли и представительницы прекрасного пола. В рамках развития туристического кластера региона предлагаются мероприятия, которые привлекают не только кировчан, но и гостей нашего региона с тем, чтобы сделать наш регион потенциально интересным. На открытии был представлен народный обряд повязывания пояса господару. Поэтому возрождение народных традиций – это наши истоки, это наши корни, это то, что необходимо знать всем. На конкурсе костюмов участники презентовали оригинальные наряды из природных материалов. Здесь же соревновались и в умении плести венки. Для гостей проводились мастер-классы по изготовлению кукол из сена и соломы. Для самых маленьких – развлекательные игровые программы. Приятного аппетита! В Бобруске пройдет благотворительная акция «Запрошаем смаж на есть». Фестиваль еды порадует горожан 1 июля в 13 часов. Возле Бобруск-арены предприятия развернут палатки с угощениями. В каждой гостям предложат продегустировать блюда традиционные белорусские и кухонь народов мира. В меню от холодника и драников до блинчиков и пирогов. Фуд-флэш-моб обещает быть весьма разнообразным. Все вырученные средства пойдут на добрые дела. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин